Побегать. Побегать. Вот так ваше настроение. С недавних пор я бегаю. Знаете, я хожу в слабообщество тоже. Оно называется «Люканран Минс». И когда мы первый раз пришли туда, это была тоже типа презентация, и каждый типа презентовал себя. И началось это с того, что там кто-то, например, говорит «Я Вася, мне 25 лет, я бегаю 3 года». Ну и так далее. Сначала это, конечно, как наркоманская какая-то секта. Типа «Я болею этим так». Я вообще не собирался и не любила, но когда я пришел, я начал. Начал, не смог остановиться. А сейчас тоже как наркотик, ну и так далее, и так далее. Поэтому, как вы поняли, сегодня я буду говорить вам про бег и бизнес. Я не буду вам наконец-то рассказывать свою историю, потому что мне возможно было такого знания. Я расскажу вам на примере бега. Вы знаете, есть... Кто бегает? Иногда. Кто хочет сегодня вечером побегать? Вдруг, да? В общем, да? Хорошо, смотрите. Сохоти? Окей. Находите меня побегать, у меня оно страшно. Бег. Кто начинал... У кого бизнес было такое, что вы пытались начать... Например, пустили школу актива. И вы такие приезжаете, «Все, я сейчас, я сейчас начну, блин, бомбить, я же начну рекрутировать». Все же просто. Можно сказать, 20 контактов, 50 контактов, переписочки, правильно? У кого было хоть раз в жизни такое? Ну, нет, это просто школу актива, пусть, ну, школу актива всегда. А у кого было такое, что через день у вас уже это... Я тоже подумала, у меня тоже было такое-какое, я тоже нормальный человек. А кто хотя бы раз в жизни принимал решение бегать? Прямо все, внук. А кто на следующий день... Кого-то будет. Я говорю, «Видаски, вы,идаски, вообще не сопротивляйтесь, решите просто». Я вам расскажу некоторые моменты, которые помогли мне начать бегать. И здесь, за что мне нравится спорт, за то, что очень крутые аналоги с бизнесом. Один в один. Вот просто вообще. Один в один. Первое. Почему люди, потому что с того людей не начинают бегать? Вы знаете, не начинают бегать системно, не начинают вообще бегать, стараются начать в понедельник, а так и не начинают. В основном, в основном, из-за того, что морально мы думаем о том, что если я начну бегать, мне надо будет бегать всю жизнь. А если я... А если я... Ну, и так далее, и так далее, а это тяжело, и так далее... И люди вообще, при том, просто и просто не начинают. Вот первое. В бизнесе точно так же. А я со мной не получу, а я буду рекрутировать каждый день, а это вот, вот забудьте про это. Первое. Просто начните. Вот просто начните. И попробуйте, как было со мной в беге, и так я делаю сейчас, я запускаю еще свои активности в бизнесе. Я просто решила купить курс и пойти по беге 3,5 недели. Был курс 3,5 недели, подготовка к марафону, к дистанции 10 км в Риге. Мне сказали, что через 3,5 недели я пробегу 10 км. Знаете, что я сказала? У меня не было до этого никакой физической подготовки, я катаюсь на лыжах и там, и там, и там, и так, чтобы регулярной системы не было. Знаете, что я сказала? Невозможно. Это нереально. Я не могу, я не умею, это не получится. Потому что я никогда в жизни столько не бегала. 10 км. Вот кто не бегал вообще? Вам кажется, 10 км. Кому кажется, это вообще кипец сложный? Да? Вот мне казалось, боже, 10 км. Да я там сдохну по дороге вообще. Да еще 3-ку надо куда-то ехать, чтобы сдохнуть там вообще нормально. Еще и заплатить за это деньги, ну и так далее. И понятно, что я для себя, я как новичок этот. А что? А зачем начинать бегать? А что делать зимой? А ведь зимой холодно бегать, да? И сейчас я понимаю, что на самом деле зимой бегать комфортнее, чем летом в жару, да? Сейчас я бегаю, когда я бегаю. И сейчас я бегаю, например, 10 км, я бегаю просто на обычной тренировке, да? И когда я помню, что я бегала максимально на дистанцию 8 км, 8,5 км, перед забегом прыгали 10 км. И я реально боялась, как новички, вспоминайте в бизнесе, я реально боялась, что я не добегу эти 10 км. Вот на презентации я сидела, говорю, не получится, не могу, ничего. А он говорит, поверь на встречу, ты можешь зарабатывать 1000 долларов, ты можешь зарабатывать 5000 долларов. А я говорю, ну не могу, я не бегаю, у меня не получится. В итоге, в конце концов, он говорит, доверись на рост, ты можешь делать все упражнения, а ты пробежишь. Я еще учу, я мог вообще, ну доверюсь вообще один раз. Ну, три недели, только три недели. Вот попробуйте сейчас, просто дай какой-то срок, который вам не страшно не крутировать. Вот, например, поработать вот так, как говорят, там, Эрберсана, Лена, ну, там, Галя, как говорят, вот неделю, например, можете? Да, да, да. Заплатить за три с половиной недели, заплатить за свои деньги, ну, в принципе, и надо. Можете смотреть, кстати, здесь. Кто не выдержал, едем пока-то скромать. Выберите срок и решите, вот я попробую прокрутировать, например, неделю, потом, и дальше. Не принимайте решения, вот прям всю жизнь бегать, ну, всю жизнь декутировать, в этом смысле. Я принимала такое решение через три с половиной недели, я побежала, я выполняла все рекомендации спонсоров, спонсоров, тренеров. Все, вот, клянусь, я не пропустила ни одной тренировки, я выполняла все домашнее задание. И я практически выбежала из часа десять километров, хотя я бегала всего, ну, регулярно, всего три с половиной недели. В бизнесе точно так же, но сложно довериться. Сейчас не делайте никаких решений, просто примите решение. Одно, вы приезжаете и неделю вы рекрутируете. Так что мы тоже будем делать, сколько-то и быстро. Можете? Просто? Просто. Следующий момент. Не сравнивайте с другими себя. Когда мы выходим, вот в Берли, например, у меня было самое сложное, выйти бегать, а кто-то в другую бежит лучше. Блин, как я начну сейчас рекрутировать, у меня нету сайта какого-нибудь, у меня там нету еще чего-то, да? Или там нету, у меня такой системы, я не знаю, что дальше делать. У кого такие мысли появляются? Понимаете, вы смело будут. Ну, все такие, плюс-минус. Вот, самое важное здесь, не начать сравнивать себя с другими. Стравнивайте себя с собой. Вот, я могу сегодня сделать что-то лучше, чем я делала вчера. Вот и делайте. Когда... Следующее, это мини-ривычки. Мини-привычка, как бы, ну, например, опять-таки, рекрутировать. Но в беге это надевать кроссовки и выходить на улицу. Хотя бы выходить. У меня было очень много таких моментов, когда мне не хотелось выходить, бежать. И сейчас мне бывает тоже лень и так далее. Тогда, знаете, что я себе говорю? Если ты просто надень кроссовки, выйди и хотя бы пройди. Сначала хотя бы так. Надевайте, выходите и хотя бы проходите. Хотя бы так. В бизнесе это какая аналогия? Вы берете телефон и говорите, слушай, вы хотя бы один звоночек сейчас начните делать. Хотя бы один звоночек. Звоночек. Самому легкому лайтовому консультанту, давай даже начнем. Незнакомому. Звоните хотя бы спонсору. Ну так, чтобы вообще, вот один, первый шаг. Ну, как такой вот, ну, как надеть кроссовки. Понимаете? Вы делаете первый шаг, потом следующее. Это уже идет, третья была мини-привычка. Четвертая правила маленьких шагов. Когда вы начинаете себе вот эти вот мини-привычки, например, надевать кроссовки, выходить, брать телефон и звонить. Правило, вступает следующее правило маленьких шагов. Когда вы уже надели кроссовки и вышли, ну что я думаю вообще, просто на минуту буквально выйду, я уже надевала кроссовки, я надевала там форму, да, шапочку если там, еще что-то, да. Я что-то на одну минуту выйду, не, ну хотя это пять минут пройдут, пройдутся, как можете? Че ладно, дружи, я в кроссовках как дурненько, так же, давай, мотивируйте, если вы по чуть-чуть себя мотивируете. А, да, теперь пробежимся. У меня очень часто такое, у меня один раз было задание, 14 моментов пробежать, не могу. Да, 14. А я положу тебе, говорю, не хочу, бывает такого бизнеса, ну надо сделать 20 звонков, а не хочу вообще, ну надо же, да, а не хочу. Ну ладно, ты вообще, ты не будешь бежать, 14 километров собираются, ну ты просто на ней кроссовки выйди, ну хотя бы пробежите километр, два-три, ну как поучше, ну а и только пробежишься. Ну ладно, бежишь километр, бежишь, слушай, давай еще один, два вылыха ручья, птички, бежишь еще один, короче, в итоге, то есть я себе 10, ну вот еще пять, да, ну еще шесть, ну еще пять, да, ну еще шесть. Как мы можем в бизнесе это делать? Вы делаете один звонок. Здесь первый, страшно, ну страшно делать первое, давайте по-честному. Рекрутировать, да, будете перекрутировать, страшно всем. Во-первых, у меня это вообще не страшно, да, вы уже тебя крутые, вообще, а почему вы там поднимаете? А все думают, что вы такие крутые, вам не страшно, не страшно, очень часто говорят, как страшно, то есть то, что я там коленками дрожу, ну 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 ну, ты же не знаешь, кто там будет дальше? А что ты не знаешь? А может быть, не знаешь. Мне недавно, посылали, по-честному. Я думаю, я, по-честному, скажу, я вообще крайне редко, когда посылали, но была очень удивлена, я к вам на трубку и делала рассылку во все чаты, я говорю, представляете, у меня только что посылали, а что ты радуешься? Я говорю, слушай, ну, со мной даже такое бывает. Мы первый раз, можно сказать, за 17 лет, потому что вы точно такие же. В бизнесе сделали звонок спонсором, потом говорите, слушай, ну, один звонок, ну, давай еще чуть-чуть, и вы чуть-чуть себя еще мотивируете, еще чуть-чуть, еще, не бой, в горшке разжигая, не бой, вы идете еще один километр, еще один звонок, сначала звоните лайтовым, как-нибудь, ну, легким, который позитивный, это значит, что они позитивные, потом вопросу, что, ну, это прикол, у вас такая, у нас все получается, что ты пока сделала, за 2 часа, да, давайте еще четвертый сделаем. А давай попробуем еще пять, куда до 10 дойдем? Ну, попробуйте так. Я не говорю о том, что вам надо будет каждый раз так делать, ребят, но вы, когда начнете так делать, вы будете потом, через какое-то время, вы просто будете образно, как в спорте, надевать кроссовки и бежать 10 километров просто в разминку. Значит, вы просто выходите и бежите, то есть вам не надо себя мотивировать, то есть вы просто бежите и делаете точно так же, как вы берете телефон и делаете звонки, может быть, вам должно быть комфортно где-то, и где-то холодно, где-то жарко, где-то там, и когда, но вы делаете это, потому что это привычка. Поэтому правила маленьких шагов заполнили, да? Следующий темп. Вот сегодня Сергей, кстати, уже сказал про это, но я все равно скажу, потому что это очень важный вывод. Вы, кстати, можете меня поздравить, потому что, когда я начинала, сейчас, подожди, сейчас расскажу о чем. Когда я начинала бегать в апреле месяце, я решила поставить себе амбициозную цель, пробежать на Минском полумарафоне, в сентябре он должен был быть, да, но он прошел, пробежали 10 километров. Я считала, что такая крутая цена, ребята, как крутых и буду 10 километров, пробегусь через полгода. На что мне в этой академии вега сказали, девка, слушай, вообще-то 10 километров пробежишь через 3-4 недели, а там, давай, 21 километра, ну, давай, слушай. Он говорит, давай только, только надо готовиться системно-регулярно. В итоге я не все время готовила системно-регулярно, но я побежала на полумарафон. И перед тем, как бежать, его, я понимала, у меня не очень была хорошая физическая форма, не такая хорошая, как вообще я хотела, чтобы она была. Но мне тренер сказал, теперь помогите аналоги с бизнесом. Катя, когда все побегут, твоя задача нервануться всеми. Твоя задача выбрать свой комфортный темп и держать его все время. Тебя будут угонять, возможно, скорее всего, 99%. Твоя задача не повестись на это и просто бежать в том темпе, который ты можешь держать долго. Когда мы столкнули, я побежала определенным темпом, со мной бежала моя знакомая. И у меня был определенный план выбежать вниз. Я говорю, Наташа, я не побегу так быстро. Тренер сказал, как часто вам, блин, говорят спонсоры что-то. А выйдет, ну, а спонсор сказал, ну, я бы, что-то сделаю, там, по-другому. И так далее. Часто бывает. Я говорю, я не побегу, она бегает, у нее беговой опыт более двух лет. Я говорю, я побегу в своем дыре. Я бы бежала в своем дыре. После 10-го километра меня все обгоняют. Здесь это морально сложно. Когда побежите, я тоже не медленно буду. Они все обгоняют. Сложно. На 12-м километре, Наташа, я бежала вперед, на 12-м километре я ее вдохнула. Что случилось? Она стояла. Я говорю, у меня здесь болит, у меня здесь болит, еще что-то. В итоге она сошла из дистанции какое-то время. Очень долго там отдохнула. Она прибежала на минут 15-20 больше, чем я. То есть это как бы нужно очень большое, большое время. Какой выбор? Я добежала, добежала быстрее, чем некоторые люди, которые бегали лучше, чем я. Потому что я все время держала один темп. И в бизнесе темп очень важен. Это не значит, что надо делать, ну, продать агентацию. Какой лок. Нет, тверд, подорожите. Минимально необходимое, вот что же, да? Минимально необходимое, колесо, бак-бак. Нет, я не про это говорю. Я говорю про тот темп. Не ставьте себе задачу делать 200 звонков, или даже 100, или даже 50, если вы понимаете, что сейчас нет. Начните чуть меньше, но на то, что вы будете 100% делать. И постепенно увеличивайте. И лучше делать каждый день 20 звонков, чем каждый день на протяжении долгого времени, чем 1 раз в неделю выбирать день и делать 200 звонков за один день, а потом ничего не делать. У вас будет гораздо лучший результат и гораздо лучшая эффективность. Не переходи на шаг. В марафоне очень важно не переходить на шаг. В бизнесе творче тоже. Знаете, кто бегал вообще в длинной дистанции 21 плюс марафон? Кто бегал? Вы останавливались, переходили на шаг. Пробовали? Что происходит с мышцами? Что происходит с ногами? Спасибо большое. Уплодисменты. Я почти знала. Я бежала. Где-то километров до 15. У нас такая горка. У нас организаторы продумали очень хорошую дистанцию. У нас были все горки в конце. Вы знаете, когда-то уже как-то так, а они там все горка-горка. И вода закончилась на десятках километрах. Минский полупрофон, не самый крутой вообще. Промни кем выходит в беговом сообществе. Я думаю, ну немножечко пройдусь, чуть-чуть. Я перешла на шаг, мышцы начинают дубить. И ты не можешь даже, ну тут не понимаешь, что тебе жить очень сложно. И я вспоминаю, что мне говорил тренер. Вот тренер мне говорил, ну переходи на шаг. Что бы ни происходило, сбежи. Что бы ни происходило, продолжай бежать. Больно? Беги. Устало? Беги. Как только если будешь продолжать бежать, боль уйдет. Все пройдет. В бизнесе так же. Сложно? Рекрутируй. Тяжело, больно, обидно, партнер шел. Кто-то еще это не знает. Продолжайте рекрутировать, продолжайте. Не переходите на шаг. Потому что, когда вы перешли на шаг, стартануть можно? Можно. Но я стартанула. Я пришла, прошла 10 метров. Блин. Я понял, у меня ноги уже не мои. И я, я правильно говорю, я буду бежать. Я бежала. Когда мне было совсем сложно, я переходила на медленный, медленный, медленный бед. Но я бежала. Потому что я поняла, что даже медленный бед лучше, чем шаг. Потому что, когда я переходил на шаг, случаются страшные, страшные боли. Понятно? Больно? Что делаем? Рекрутируем. Не знаю. Обидно. Что делаем? Рекрутируем. Денег нет. Что делаем? Рекрутируем. Командность такая. Что делаем? Рекрутируем. Муж не поддерживает. Рекрутируем. 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 В туалет хочется? Рекрутируем. И следующее, конечно, дойти до результата. А нет, подождите, сначала не ждите вдохновение. Но это фраза. В бизнесе я очень часто ждала вдохновения. Когда я была директором, я была пять лет директором. И мне все время казалось, что сейчас что-то произойдет такое. Знаете, вот такое. Я с каждого года снимала. Я узнаю секретные кодовые слова. Я узнаю, не знаю, какой-нибудь секретный текст. Я буду звонить и все мне будут говорить «ДААААААА», и я буду такая «ДААААААААА», и все. И все, и я раз читаю, как бедею. И, по-вдохновению, как долей, мне казалось, мне так прекрасно. Явно как бы должно, чтобы снизойтись с душ. И я такая «ДАААА», читаю, вдохновленную, как геваю. Креме даже так же. Мне казалось, что я когда до того, когда я начинал двигать, мне казалось, что все вдохновляют, все, которые бегают. Они же выходят и бегают. Они же выходят и бегают. Они, наверное, ну легко и так всегда точно. Оказывается, ни хрена. Можно же с вами у вас своим мужчина. Как позволить? Дмитрий, а это как вы бегаете, да? Если вы прибежали, не умерли, значит, вы бегаете. Вам всегда хочется выходить и бежать? Дима, а можно вопрос вам? А когда вы добежали, вы вышли? Что-то там не хотелось, поднялся за голову, вы вышли. И вот ты пробежала, попрослась, хотя бы 5 километров, не знаю, чувства. Кайф. Кайф. Нiãoникируйте, пожалуйста, микрофон. Он вообще слышно. Приветeyedшим. Важно Proutouraalla. Когда необходимо выходить, бегать, но все-таки отдел прослотки verduraegраиватьaeaeb shoutout. И обычно ты сбываешь настоящий кайф. Потому что ты не успеваешь, что ты пересилился в один раз и в один раз. И ты бежишь и катишься с тобой, да? Ощущение вот это у меня... Ну, у меня одна такая... Нет! А когда ты прибегаешь 21 км или 42, ты прибегаешь. У нас на финише пробивает нас слезы, нет? Такое ощущение, что... Да, ты молодой! Спасибо, мой Бог! Лена, могу что сказать? Скажи, пожалуйста, было у тебя такое, когда липец был так больно, обидно, грустно? Не получалось что-то? Даже когда ты шла где-то, может быть, кто-то подъел, может быть, не подходишь к нам на эту шоу? И было прямо... Это примерно... Да? Было такое, когда вообще сложно и не хотелось? Да. Да? А как было у тебя, когда я тебя поздравляю на сцене? Скажи, как это? Когда у тебя было не было результата, ты себя заставил за волосы, да? Потом вдохновился в процессе, как ощущения? Потому что решение, что это я сделаю, это я свободна. Потому что, когда я себя повесила, вот именно когда был момент, когда полностью персидалась, не обладает она, а из этой получаете полезную работу. Это было во многом... просто не просто сильнее. Потому что я занимаюсь, и я буду делать. Конечно, я всегда не буду. Я хочу на вас поговорить. Спасибо. Спасибо. Вы понимаете, ребята, потому что когда сложно решать, рекрутировать, делать, выходить, мультивировать себя, просто вы... Ну, если вы не делаете, вы никогда не вызываете. Вердите в вдохновение. Не будет такого, что... Вы прям... Вы идите, и вас подвергнет, и вы сидите дома, и он спрет, он смотря, подбрасывает с дивана, бежать. И может, еще сказать, это полёна, придет, и говоришь, что он бывает, да? Ну, я не знаю, пока у меня нет такого, чтобы я подбрасываю, и буду избавляю, да? И подбрасываю. И все там, не могу прям, да? Как же надо было? Ты зачем это сделать? Я не видела. Так вот, ребята. Вердите в вдохновение, просто начинайте делать. И последнее. Когда я мотивирую сейчас другие бегники, потому что, мне кажется, бег – это очень крутой вид спорта, который помогает бизнесе. Потому что он делает нас более стойкими, он делает нас устойчивыми, и в беге есть очень крутая штука – преодоление над собой. Сказала и Лена, и Дима, про то, что ты понял, что ты преодолел себя, ты где-то бежал. На самом деле, я где-то, когда двадцать, девятнадцать, там этот прибежал, я бегу – ливу. Слезы. Не потому, что мне хворина, не вырытка. Блин! Ну, в общем, понимаете, да? Ощущение просто сумасшедшее. Так вот, когда я стала сейчас мотивировать людей на 6-9, мне говорит Катя, я говорю, слушай, недавно получше. Катя, мне мотивируют. Кого я не мотивирую? Катя, мне мотивируют. Он на самом деле не мотивирует. Которые дарьки не мотивируют? Кого еще не мотивируют, не дарьки? Теперь вопрос за. А ты как дарьки получала? Ну, пей. Из тех поднимите руки, пожалуйста, кого не мотивирует, не дарьки. А оставь. Получала? Пей, не получала. Я тоже, я улучшала. Понимаете? Девчонки, ну, как бы, может быть, один, два, три, может быть, процент всегда какой-то есть, но большинство, может быть, мы не правильно были подготовлены. Нельзя. Это точно так же рассказать. Меня не мотивирует банкет директоров. Прости, а ты там был? Меня не мотивирует ваша золотая конференция. А ты ездил? Я ездил спутником. Так вот, друзья мои, спутником. И когда вы стоите на сцене, вас поздравляю, это нету земля. Нету земля. Дойти до результата. Почувствовать, с какой-то я не поговорила позже, почувствовать этот кайф, когда вам надевают медальку. Мне дочке семь лет. Я таскаю ее на все семинары, на все вручения. Я недавно здесь подарили, не подарили, я не знаю, как это сказать правильно. Новый ПММ и Петер, сама паркуется, сама ездит за счет. Даже я не нужна. Так вот, дочки я таскаю везде. И на полумарафон я ее тоже сотащила. Конечно. Вы знаете, в этом году у меня было два момента, от которых я прокальфовала. Первый, когда, ну, начнем с другой стороны, с полумарафона. Когда я прибежала над полом. Сколько бегают 21 километра, вы знаете? По 40 минут. Два. Вы знаете, как на границе еще долгих получали спортивные визы. И на границе таможенники они на себе на марафон бежат, бегут, ну, в Синген. И на границе самый простой вопрос. Они говорят, а какую дистанцию бежите? 10 километров. За сколько бегаете? Ну, 30 минут. Ага. Ну, невозможно. Может быть, не можно, не знаю, с этим пробежать за... Ну, это как бы, да. То есть, я пробежала два часа десять минут. Ну, это как бы, первый раз, и я такая была, видишь, что для меня это ложечка. Так вот, она жгала меня два часа десять минут. На финише. Когда я прибежала, понятно, они все ждали. Она собрала вот эти вот эти вот блестки наши, понимаешь? Алисуэлл с них прямо. Видите, как все полетели. Только, когда я пробежала, она кричала, мама, чемпион! Мама, чемпион! Когда я подходила к этой медали, она посыпала мне... Девочки одевали же медаль на меня. Она, ну, как знаете, как проходят, ну, знаете, просто одевают и вот так далее. Дальше. Она шла за мной, кричала, мама, чемпион! И посыпала меня блестками золотыми. Девочки эти все, все остановилось, и все остальные могут. Кайф! Когда твои близкие вылезали. А когда вылезали машину, а когда выручали машину, когда приехали пьерка в центр этот БМВ, когда вышел директор БМВ с букетом цветов один, вторую машину, и эта машина с красным пантом. И ребенок такой... Вот это не придумает. А где это стоит? Понимаете? Дальше. Я желаю вам, не смотря на то, что будет не хотеть, будет скучно, будет иногда неинтересно, грустно и так далее, надевать кроссовки, ну, образно, надевать кроссовки в бизнесе, брать телефон и идти рекрутировать. Я вас очень люблю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ